здравия желаю набран средовые ветераны маршала на связи штаб игрового спецназа смены связисты связи с тыван создатели мы продолжаем заполнять журнал чела журнал отчета по делу бесконечного лета хорошей концовки семеном остановились мы на том что у нас начинается пятый день мы отправляемся на завтрак у нас было был инцидент с алисой ульяной возле умывальников но мы постараемся как-то не подставляться больше день только начался а мне уже столько пришлось пережить я выставила и теперь имею законное право на ясно до отвала сегодня пришел не позже всех так что смог занять свободный столик на обед давали гороховый суп и рыбу с картофельным пюре минуточку наушники это меня сильно разочаровала так как рыбу я не ел ни в каком виде а значит калорий мой организм получит меньше чем обычно вскоре по моему столику подошли славя и леном можно она мило улыбнулась да конечно я встал и выдвинул стул для нее прошу мое настроение в тот момент было лучше не когда некуда приятного аппетита сказав это лена некоторое время пристально уставила смотрел на меня на потом видимо поняла что выглядит несколько странно и воткнулась свою тарелку и тебе 7 есть какие планы на день все-таки ревзи это по ходу просто сейчас вот я пытался записать эту серию не что-то испугался что это насложнение на глазах пошло или из-за того что сейчас нужно ложиться спать ее бодрствую то есть у меня такое ощущение показавшую я практически очень большой процент зрение потерял оказывается просто за то что слишком далеко у меня в глаза ход начал рябить и казаться что типа есть слепнул смены есть планы на день нет искренне ответил я планов действительно никаких не было разве что поиск ответов на то скорее глобальная задача ну точнее не насчет текста цифра записи времени блин сейчас вроде бы нормально конечно много расплывчиво но ладно искренне ответил я планов действительно никаких не было разве что поиск ответов но то скорее глобальная задача тогда не хочешь с нами прокатиться дал на лодке до острова остров кажется я видел его с пристанем зачем ольга дмитриевна попросила земляники собрать я так много и она такая вкусная по выражению лица славе можно было представить вкус этой земляники даже не пробуем земляника зачем я знаю по моему идея отличная по моему тоже тем более на острове еще не был да пожалуй через 10 минут может стояли на пристани поклеенная только что моделька танка завтра декольный нести через 10 минут может стояли на пристань вот лодка подави сейчас за веслами схожу я остался наедине с лены а ты землянику любишь это чтобы очень надо вкусная лена улыбнулась ясно я не знал что сказать да дальше как поддержать разговор если бы если бы славе не вернулась мы наверное так и сидели молча до самого вечера вот она протянула мне два увесистых весла да мы забрались в лодку не отвязал и оттолкнул от берега и кое-как начал грести им а куда именно плыть вон туда она показала пальцем сторону острова остров ближний интересно какой капитан его так назвал остров действительно близко к берегу вас понял если бы заранее знать что меня ждет впереди в том гребцу мне не назвать более того я на лодке то плавал до этого всего раз или два в жизни на остров было всего метров пятьсот на весь путь благодаря моим стараниям мы шли зигзагами примерно на середине руки заболели так сильно что бросил весла чтоб передохнуть а что земляника больше нигде не растет я имею ввиду места более доступные но там она самая вкусная удивленно смотрела на меня славя тебе наверное тяжело одному крести вот ли она сразу поняла в чем дело да нет нормально все таки нельзя же допустить чтобы мне помогала хрупкая девочка остальная часть пути я думал только о том как бы живым добраться до острова славясли на чем-то говорили на них не слушал просто не было сил наконец мы мы приплыли совершенно бессильные я выбрался на берег и посмотрел на лодочную станцию она оказалась так далеко что я ощутил себя первым человеком на луне который наблюдает восход земли держи славя протянул мне корзинку остров был небольшим метров сто в длину не более он скорее напоминал березовую рощу ровные ряды деревьев покрывали всю его поверхность под ногами растирала растилала спокойно и зеленое море ветерок лишь изредка вызвал волны на поверхности этот островок оказался просто кирайским местом удивительно что именно здесь растет самая вкусная земляника нам надо разделиться так быстрее управимся да наверное но корзинки то только две ромка заметила лена да точно я этого не доглятела и как мы разделимся так мы пойдем с лены давай я с тобой пойду давай вот и славно славя взяла вторую корзинку пошла в дальнюю часть острова ну что что пойдем блин к барабан блин не уже ладно лена улыбнулась только собирая внимательно не пропускай ни одной ягодки и ты тоже жатва началась землиника здесь действительно была вкусной я бы наверное съел ее всю если бы вовремя не остановился ягоды размером в клубнику ярко-красного цвета да мы точно сюда не зря приплыли я нашла совсем рядом такая розинка такая корзинка у нас было всего одна я чувствую себя грибником заглядывает под каждый кустик и внимательно роль с траве у тебя как-то лучше получается да я их не считаю если честно нет правда корзинка была уже наполовину заполнена а ты наверное любишь природу да вот мне почему-то очень нравится вот этот спрайт лена и типа яркий луч солнца пробивший сквозь кроны деревьев ослепил мне на секунду я опустился на землю приставленился к дереву красиво все же здесь лена села рядом близко настолько что ее локоть коснулся моего да мы просто сидели время кажется становилось ветерок нежно колыхал листья на деревьях в траве и для него прыгали букашки а вдалеке на воде резвились солнечные зайчики лена опустил голову мне на плечо сначала это немного меня удивило потом прислушившись к ее размеренному дыханию подумал что так и надо видимо разморила и она решила повздремнуть несколько минут и просто делай ни о чем не думал но потом в голове сверх звуковой со сверхзвуковой скоростью начали скакать мысли лена рядом спит тепло нежность чувства я посмотрел на нее на лице девушки было такое спокойное умиротворенное выражение что казалось она сейчас чего-то не где-то не здесь а где-то в лучшем мире не знаю что бы случилось следующая секунда если бы я не услышал голос славе семён лена и несколько раз тряхнул головой в разные стороны чтобы прийти в себя лена начала просыпаться она открыла глаза этот отсутствующим взглядом посмотрел на меня что снилось поняв что задремала мне на плече ли она покраснела извини то ничего нам подошла славе или на про поспешила встать и как лов я грустно вздохнул что-то не кустом и а из ее корзинки земляника так и вываливалась она нам этого хватит по разово возвращаться я взял корзинку и мы направились назад к лодке обратно мы доплыли быстрее потому что постарался сконцентрироваться на гребле не отвлекаться ни на что другое хотелось лишь вернуться на пристань живым первый заплыв не прошел бесследно и в этот раз руки начали болеть уже после нескольких взмахов вёслами прижвартовав лодку я обессиленно рухнул на землю славе или насклонились надо мной если бы вот такие животные сказал бы да нет ничего сейчас полежу и все пройдет ладно тогда отнеси корзинки пожалуйста ульги дмитриевне то у нас еще дела есть да конечно если был готов согласиться на что угодно лишь бы не вставать слоя поставила корзинки полные земники рядом со мной весело о чем-то болтая слины направилась в сторону площади самое тяжело сделано так я думал пока не встал и не взял корзинки после спортивной гребли они казались мешками с цементом хотя вряд ли весили больше пары килограмм каждая из-за этого путь до домика вожатый занял меня куда больше обычного приходилось останавливаться через каждые 50 метров чтобы отдохнуть когда все же дошел до то поставил корзинки на землю а сам с трудом опустился в шезлонг ольга дмитриевна гостинца принес ответа не последовало я с трудом поднялся и зашел домик внутри никого не было не хотите как хотите я улегся в шезлонг и задремал мне приснился странный сон про земляничные гонки я пол на лодке греб изо всех сел чтобы спасти то огромных ягод которые гнались за мной руки уже отказывали глаза заливал вот так что ничего не было видно кровь стучала висках на землянике все приближались они скалили на меня свои хищные пасти но постойте пасть у земляники семён семён я проснулся перед она стояла ольга дмитриевна и трясла меня за плечи я смотрю урожай вы собрали неплохой не так ли да я старался понятно но это еще не все действительно я тоже размер это уже размечтался хотел спокойно полежать ты же знаешь зачем эта земляника не имею ни малейшего понятия признался я честно будем из нее делать торт ясно тоже весьма логично из чудесного спасения шурика ведь это все благодаря тебе было понятно что земляника дело не ограничится и вот кстати как то странно ольга дмитриевна то вчера на орала на семёнах типа куда он запропастился сегодня она говорит что он герой всего лагеря потому что спас шурика что-то вообще какая-то фигня не понимаю это вообще у неё как будто бы до раздвоение личности кстати это было бы прикольно модификацию такую глянуть типа семён попадает опять в совёнок а у ольги дмитриевны раздвоение личности было понятно что земляника дело не ограничится почему скажите на милость если такой герой то праздник через себя должен организовывать сам ну наверное так вот у меня для твесть ответственное задание для торта не хватает еще дрожжей муки и сахара все надо принести в столовую до ужина а те кто торт будут печь не могут как-то сами жалостливо поинтересовался я конечно нет они все заняты а без дела у нас в лагере слоняешься только ты хоть ее словах и была изрядная доля правды сейчас мне это не никак не становилось лечь легче более того не послужили контрольным выстрелом и так запоминай дрожжей возьмешь медпункте муку библиотеки сахар в здании кружков подождите не некогда я спешу удачи тебе она хитро улыбнулась и ушла вот она какая лиса алиса блин конечно в этом лагере много странного но дрожжи и медпункте ок это я могу купить но мука в библиотеке сахар нет это уже выходит за рамки разумного я смачно плюнул себя под ноги не хочу и не желаю в это верить скажите же скажите что вы мне разыгрываете если бы сейчас передо мной стояла толпа зеленых жирных троллей каждый из которых считал себя обязанного вдоволь посмеяться надо мной я бы не удивился извините опять отвлекся если бы сейчас передо мной стояла толпа зеленых жирных троллей каждый из которых считался разным вдоволь посмеяться надо но я бы не удивился может быть ну его этот торт некоторое время я обдумывал как поступить нет если такая масштабная задумка ольги дмитриевны сорвется то мне влетит так что мало не покажется усложнится все и поиски ответов которым я уже давно не занимаюсь и просто моя обычная жизнь в лагере хочешь придется все же так ну тут неважно можем куда угодно ну погнали погнали в общей кружки казалось что за сегодня мне пришлось пережить столько же сколько за все предыдущие дни так что подходя к зданию кружков я и думать забыл о том что здесь или что искать здесь сахар вообще говоря несколько странновато шурик электроник что-то увлеченно мастерили увлеченно настолько что даже не заметили меня я присмотрелся это был какой-то робот хотя бы его корпус причем робот женского пола да еще с ушами мне не хотелось строить теории для чего я светил на лагерной кибернетике могло понадобиться это устройство ведь конструкции выглядело относительно технологичного у меня все же были большие сомнения том что этот робот сможет в будущем завоевать мир или хотя вообще будет способна какие-либо самостоятельные действия однако им кажется важнее сам процесс нежели конечный результат и тут я смог их понять хотя мне не не хотелось признаваться в этом самому себе с другой стороны не боялись провала критики насмешек шли и шли к себе намеченные цели не обращая внимание на то что кому-то она может показаться не недостижимой или вообще абсурдный как будто я правда их сравниваю с неуверенно поздоровался я о семен заходи всегда рады да и так уже зашел вообще-то ты это извини за вчерашнее хотя почти ничего не помню но мало ли что в общем ничего ничего а что тебя привело в нашу скромную обитель электрон хитро посмотрел на меня пару мне казалось что когда он делает такое выражение лица то полностью уверен что про собеседника знает нечто чем может к музыку козырнуть в подходящий момент сахар мне нужен сахар перед глазами слава спала картинка из старой компьютерной игры где какой-то юнит строитель что-то подобное во все свои пять пикселей кричал вы more вы нет more это есть у нас спокойно ответил электроник а зачем он тебе я не хотел объяснять шурику что в честь его в его честь хотят спеть и хотят испечь торт не хотел портить сюрприз не знаю ольга дмитриевна попросила принести ладно сейчас электроник скрылся за дверью соседнюю комнату а почему сахарами но у вас не в столовой когда прошлый раз машина с продуктами приезжала того выгружали последним а так как нашим в наше здание ближе всего к проходной то чтоб далеко не носить логично открылась дверь и появился электроник тащивший за собой огромный мешок я конечно не знал какого размера торт планирует испечь ольга дмитриевна здесь сахара явно многовато спасибо конечно но мне столько не надо а куда нам его при нам его предложить электроник удивленно посмотрел на меня нам некуда расти спросил за сахара забирай похоже ты улыбка все же было не было без причины может быть тогда сможете поможете мне дотащить недалеко же а мы заняты он показал рукой на робота я пристально посмотрел на шурика когда концов он был мне обязан тот замелся но все же стадливо отвел глаза я вздохнул взял мешок она просто спасибо что же надрываясь сказал ядным прощением однако далеко не уйти не получилось через каких-то 20 метров мне пришлось поставить мешок на землю что передохнуть не знаю сколько он весил но казалось что точно не менее 20 килограмм вот ребят я тут сейчас вот попутно с прохождением тут думаю я уже в предыдущих сериях вам говорил что тип у меня есть планах пройти мод одержимая но 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 я скорее всего поступлю вот каким макаром во первых так во первых во первых я пока буду проходить мод история одного пионера и новую концу и новую концовку алисы и попутно за то есть модификацию 7 дней смеку я буду изучать руты ну то есть ну как бы составлять составлять сам руты мода одержимая то есть потому что список то есть но у рутов я не нашел там я как помню несколько концов как я знаю несколько концовок эту модификацию недавно только доделали вот и поэтому надо будет как-то мне реабилитировать реабилитироваться как-то подготовиться к этому но попутно с этим будут все в ней смеку может еще какие-то модификации уже точно не помню вроде как модификации 7 заветов настоящего пионера что ли или как там короче модификации будут и может быть все мне лето тоже будет не знаю не знаю сколько он весил но казалось что точно не менее 20 килограмм с одной стороны до столовой осталось все каких-то пару сотен метров с другой же даже такое расстояние с подобным грузом на плечах иногда в руках ногах под мышкой или даже на голове казалось мне тогда не посильным я уж тоже решил передвигаться небольшими рывками с длительными остановками к ночь как раз бы добрался как услышал голос позади себя может тебе помочь передо мной стояла лена не думаю что у тебя это получится у меня в такие минуты я мучительно тяжело ощущал что не катастрофически не хватает физической формы я могу за тележкой сходить тележка вот почему я сам об этом не подумал да это было бы здорово блин это вспомнил я вот каждый раз когда вот читаю тот момент и вспоминаю момент из яролаша там где современный такой парень и находит джина ну то есть потуху женам вызывает его и там загадывает желание во первых он там заказал ну то есть то есть джин там вроде бы немного не понимает современных жаргонов и когда он попросил кроссовки то он наколдовал ему сапоги ка вроде бы а когда он сказал хочу тачку но имел ввиду машину он наколдовал реальную тачку если честно как только слышу тележку то блин я представляю себе эту несчастую деревянную тачку да это было бы здорово подожди тут я быстро она улыбнулась и бежал в сторону площади не понимаю почему я тоже сейчас прослезился не знатали из-за того что спать нужно сейчас то ли из-за того что мне нужно все-таки закапать все глаза капли в москве оставил болин она улыбнулась и бежал в сторону площади чтобы я без нее делал хорошо что лена все же не всегда такая застенчивая иногда и вполне может проявить инициативу я задумался сейчас она выглядела довольно странно не тени робости на лице на ворот улыбку уверенность предложение помочь саму по себе не было чем-то из разряда вон выходящим но от лены через пару минут она вернулась небольшой тележкой если даже представляю эту картинку где иготиленна с тележкой я поставил на нее мешок спасибо не за что она покраснела выставила себя под ноги ну вот опять тогда я пойду да удачи и еще раз спасибо крикнул я и вслед иногда мне казалось что в линии живут два разных человеком одно второе уверенный в себе веселые местами даже какой-то дерзкий появляется только передо мной или мне опять все это кажется я решил что лучше принесу все ингредиенты одновременно поэтому направился стежка в сторону домика ульги дмитриевны так ну пошлите 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 давайте в библиотеку если все остальные пункты в списке продуктов для торта хоть как-то укладывались мне в голове точно же совсем забыл сейчас . отнимаю если все остальные пункты в списке продуктов для торта хоть как-то укладывались у меня в голове то мука в библиотеке нет я долго думал кто кому и зачем она может понадобиться она там понадобится но ни одного сколько-нибудь толкового объяснения на ум не приходило учитывая суровый характер жени лучше сначала постучаться открыто жени внимательно посмотрел на мне из-под очков чего тебе ты не подумай ничего мне бы я не хотел выглядеть его там поэтому решил предельно подробно объяснить сложившуюся ситуацию что-то он какой-то странный ладно ну сначала говорю что вроде бы не надо никому разбазаривать информацию а потом все таки разбазаривает мне нужно мне мука нужно ольга дмитрина сказал что она здесь есть я так понимаю это я понимаю что это странно держать муку библиотеки но не к тебе к тебе послали нужна на для торта отметить спасение шурика да есть у меня мука а что такого сейчас минуточку не знаю голос какой-то просил немного были не до конца прокашлялся на фиг с этим удивленно ответила жене в ту секунду показал что получил тяжелый гири по голове перестал что-либо понимать мука библиотеки действительно что здесь такого я мы же зеркалья алия алиса сейчас съем волшебный грипп и отправлюсь домой эй да я замечтался подожди сейчас здесь сейчас принесу а она скрылся как я за книжными шкафами и скрестил руки на груди принялся ждать через пару секунд через пару секунд послушал звук скрипящих петель может тебе помочь крикнул я сама справлюсь бог наложение в ответ мы в погребе так что придется недолго подождать хорошо хорошо прошло уже несколько минут а женя так и не возвращалась я уже начал волноваться который библиотеку открылась и вошла алиса похоже она не ожидала меня здесь увидеть а ты что здесь тут делаешь блин это не что-то умиляет очень но немного смешает вот такой спрайт алиса типа так а что нельзя грубо ответил я если немного опешила там никакое дело форкнула она и направлась к столу жени а ты зачем за сама пришла алиса пристально посмотрел на меня ценящую взглядом затем открыла рот собираешь что-то сказать но вдруг похватилась это вернулась вообще что-то за спиной книгу отдать сказал я первое что пришло в голову не твое дело блин а вот такой спрайт мне становится автоматически жалко алису типа не знаю я понимаю я не понимаю что это за эмоция то ли грусть то ли какой-то 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 депрессивный что ли у нее типа она такая смотрит не знаю да вообще художники этой игры молодцы типа такие спрайты вообще эмоциональные девочки и даже вот такие вот как у вот сейчас вот у алисы типа и вообще не поймешь какие у нее эмоции типа она грустная она какая-то она скрытая она там ненавидит семена или наоборот как-то любит как его что ли не знаю мне очень не очень уверенно ответила на что за книга алиса промолчала ну дай посмотреть интересно ведь не что не читает вниз не влезая убьет не твое дело и в голосе еще меньше было еще меньше уверенности ладно ладно и не настаиваю хотя на самом деле мы бы мне было очень интересно что такое читает алиса более того я еще я вообще удивился увидеть в нее в руках книгу перевели телевизор кино компьютер если бы он был здесь если бы он здесь был все это казалось были подходящим развлечением для девочек вроде нее а тут книга ну конечно мы так не танки так много потеряем если конечно выберем проявить осторожность но лучше отнимаем к и попытаться выходить книгу все же любопытство взяла вверх не воспользоваться тем что алиса не смотрит на меня и тихо подкрывшись аккуратно выхватил книгу и вот этот с одной стороны конечно с глазами не и пугают типа такие вообще по пять рублей каждая но в целом неплохо ай взвизгнула она следующие секунды лицо приняло такое выражение что уже начал сомневаться в правильности сварюши о своего решения и кстати насчет модификаций я все-таки решился ребят я пройду саманта мод я нашел рут буду с ним разбираться попутно с прохождением буду экспериментировать я благо я увы наверное для себя знаю уже одну из концовок алисы но короче блин там буду разбираться короче вот как то так следующая секунда ее лицо приняло такое выражение что я уже начал сомневаться в правильности своего решения раз уж скоро умирает то хотя бы посмотрю ради чего руках у меня была унесенной ветром та же книга что тогда читала вечером скамеечки лена от удивления даже забыла неминуемые смерти интересно да покраснев нехотя ответила алиса но я не знаю что такого-то но лиса вообще какая-то странная признаюсь честно и типа ну сказала бы что типа книгу унесенную ветром там отдать пришла типа за лену или там сам попросила у нее там почитать и закончила и хотела сама отдать а тут сначала выёживалась а потом краснеет как помидор не понимаю почему все таки вот я конечно ребят я просто дело в том что я вот проходя какие-то определенные роты я совсем как-то вот скучно начинаю скучать как-то по остальным вот например когда мы проходили руд со слави я чуть иску соскучился по олене а когда с вот мы проходили руд ульянки я заскучил соскучился по алисе сейчас вот мы проходим руд с семеном и вот в данной ситуации скучаю вообще по всем девочкам но больше конечно по алисе и лень покраснев нехотя ответила алиса ладно тогда я протянула и книгу алиса бросил ее на стол и быстро не несмотря на меня вышла из библиотеки значит ей ничего человеческое не чуждо конце концов она тоже девочка быстро проанализировав произошедшее заключил что ничего такого странного не и не случилось наконец библиотека огласилась громогласным стоном жени забирай обошел шкафы с книгами увидел спатьевшую библиотеку сидевшую рядом с люком в погреб рядом с ней небольшой мешок может быть у них что-то типа склада спасибо я взял мешок и вышел из библиотеки слава богу что он оказался не очень тяжелому до домика ольги дмитриевны я его донес без особых усилий но остался медпункт ходить вокруг да около и гадать мне начинает казаться что последнее время я слишком уж часто бываю в медпункте что ж ничего не поделаешь так складываются обстоятельства я вздохнул и постучался войдите несколько нароспев ответил ответила медсестра здравствуйте меня ольга дмитриевна прислала за миска замялся дрожжами да конечно она широко улыбнулась только у них нет пионер как так она сказала что ну раньше были докончились я даже не стал спрашивать зачем они не вообще понадобились медсестре впрочем ты не расстраивайся могу предложить аспирин например может быть он и не помешал бы мне бы где же мне тогда и достать я вздохнул а вот открыла ящик а достал какую-то бутылку я присмотрелся пиво астангинская а что такого его тоже продукт брожения на пристально посмотрел на меня никто не заметит да в ее словах была логика но все происходящее казалось мне настолько гротескому что я не сразу нашелся что ответить а вы уверены абсолютно ну ладно карман шорт бутылка явно не влезала спасибо неуверенно промянулил я и вышел из медпункта нет пиво наверняка может заменить дрожжи даже моих скудных знаний по химии биологии хватит что поверить в это да вообще ходить с бутылкой в руках мне сразу показалось не лошадей поэтому я решил отнести ее в домик ульги дмитриевны и спрятать там ну и до него надо было добраться так чтобы пиво не заметили я засунул бутылку под рубашку вскоре все бы хорошо но на площади меня кликнула славя точнее на выбор вы вынырнула у меня из-за спины так неожиданно что я даже вздрогнул как продвигается что поиски ингредиентов а ты уже узнаешь на славя улыбнулась нормально стараясь не выдавать своего волнения ответил я а что у тебя там на показано выпячивающийся будут из-под рубашки бутылку а это кажется попал да так ничего особенного я глупо захихикал мне пора площади покинул почти бегом оставив славу в недоумении хорошо что она не из тех людей которые будут заводовать лишние вопросы но есть в лагере те кого хлебом не кормит да и засунуть нос чужие дела проходи мимо домиков пионеров и столкнулся с ульяной что прячешь она хитро посмотрела на меня я решил что отпираться нет смысла поэтому вызывающий ответил не твоё дело шифровку штаб несу большая шифровка бутылку я держал на уровне пояса поэтому несколько смутился может тебе помочь сам справлюсь если честно ребят я вот сейчас вот про вот эту барьер большая шифровка и помощью семена в этом это вспомнил модификацию вот ну я уже который раз я уже во всех фактически прохождениях упоминают модификацию пошла ульяна и и не уговаривайте я не буду это проходить и не хочу получить бану на ю тубе и тому как эта модификация тоже там связано с ульянкой вообще не понимаю вот короче не буду и все и не я не хочу лишиться канала поэтому извините сам справлюсь я уверенно обошел ульянку продолжил путь к моему удивлению на ничего не сказала не стала преследовать меня органами тренировной домики не было так что мне удалось спокойно спрятать бутылку себе под кровать выйдя на улицу облегченно вздохнул действительно никогда бы не подумал что буду так переживать из одной бутылки пива слон вернулся старший класс и школы а что сейчас она в безопасности а если даже иногда скажу что не моё опыт в придумывании оправдания у меня уже был большой наконец все необходимое было собрано и вытащил тележку с сахаром на улицу положил на нее мешочек с мукой а сверху приспособу как корзинки с ягодами пиво я предусмотрительно засунул под рубашку от греха подальше я не близился к вечеру это значит что пора спешить ведь торт еще надо испечь конечно я бы куда с большим удовольствием сейчас просто лег закрыл глаза и заснул мне даже подводить ульгу дмитриевна более того после сегодняшних приключений уже чувствовали собственную ответственность за успех всего этого мероприятия войдя на площади ненадолго остановился чтобы отдышаться не тележка не было тяжело ехала легко и не приходилось бы логать особых усилий просто любые физические нагрузки вызывали боль и физическую и душевную я присел на лавочку и закрыл глаза а что это не было наплевать кто это наверняка просто какая-нибудь пионерка заинтересовавшись необычным коллегой по несчастью ты о чем устало спросил я она ничего не ответила на клиенты для торта ты любишь торты не знаю что никогда не пробовала не знаю девочка очевидно не понимала про что про что я но тогда это не показалось странным разговор меня совершенно не интересовал так как я устал настолько что не минутку желания как бы то ни было классе как как бы то как бы то ни было классифицировать внешние раздражители разделить их на обычные и необычные понятно ты приходи попробуешь правда правда еще не их делают кого россияна спросил я эти твои торты но мука сахар начинки всякие какой-то странный вопрос неужели она не знает еще состоит торт это все у тебя там да частично и сахар и сахар а может мне немного отсыпать зачем это уже было пожалуй чересчур внезапно налетел ветер я инстинктивно схватился за тележку открыл глаза однако передо мной никого не было неужели все это почутилось однако мешок сахаром развязался а под ним на земле выселась небольшая белая горка может быть она ветра из из испугалась и убежала поправив поклажу я встал со скамейки продолжил свой нелегкий земляничный путь возле столовой не было ни души ничего удивительного ведь до ужина остался еще час я подкатил тележку к заднему входу издал продукты с рук на руки местной паров поварихи она уже была в курсе что с ними делать поэтому и посмотрел на меня так недобро не уверен сколько по времени занимает приготовление торта но видимо и придется поспешить оставшиеся до ужина время хотелось просто отдохнуть проще говоря слишком устал поэтому сел на ступеньки принялся ждать глаза закрылись сами собой наверное за весь день мне слишком сильно разморило поэтому я не заметил как кто-то подошел легонько стукнул меня по плечу привет перед нами стояла мику и тебя даже без зеркала я мог представить выражение свои экране скептицизма его раздражение у себя на лице извини помешало наверное да нет я просто сидел она тогда ладно мику раз влазь в улыбке я просто шла на ужин думал что уже пора оказалось что еще рано но я все же решил проверить может не я ошибаюсь и часы и вот кстати насчет мику я тут нашел у одного ютубера а максима вроде бы с канал аномальная зона он там начал проходить эту модификацию я уже забыл название но там тоже связано с с максом главным героем и и мику карасу типа типа в процессе поисков хорона кота мику главный герой потерял память а мику была его девушкой типа ну можно возможно я эту модификацию тоже пройду потому что там вроде бы нету никаких таких выборов типа простой линейный мод вот я очень люблю линейные моды типа не заморачиваешься типа на какие кнопки нажимать и тупо читаешь читаешь и читаешь вот наверное я его пройду я просто шла на ужин думала что уже пора оказалось что еще рано но все же решил проверить может не я шел все часы ну то есть часы не могут ошибаться я просто их не так поняла кажется она окончательно запуталась и замолчала еще полчаса примерно до ужина отлично тогда я с тобой тут посижу подожду не возражаешь откровенно говоря я возражал знаешь у меня еще и дела какие-то я поспешно встал и не прощаясь удалился как обычно игнорируя мику что-то кричащую вслед через минуту я вышел на площадь и сел на лавочку с твердым намерением хотя бы здесь дождаться уложно в тишине и спокойствии пожалуй такое со мной впервые за пола впервые за последние четыре с половиной дня я не просто злился на какие-то незначительные неудобства по-настоящему бесился и абсолютно перестал волновать где и почему я здесь но не волновало мне это как выбраться отсюда сейчас я больше негодовал за то что именно мне постоянно приходится выполнять глупые поручения вошатой именно я вечно попадаю в идиотские ситуации а иногда вообще выступаю шутом если это породил кинопланетяна или задумка вселенского разума то им неплохо бы показаться психиатром я скрипну зубами жал кулаки и самое обидное то в том что все происходит как-то само собой я бы рад не таскать пудовые мешки сахара но выбора никакого нет точнее альтернатива приведет куда худшим последствиям чем растянуты мышцы и ущемленное самолюбие на кого злишься передо мной стояла ульянка и хитро улыбалась кстати насчет ульянки я тут еще помню ранее несколько ну дофига раз его упоминал модификацию падшая пионерка я там смотрел она вроде как я не помню вроде бы закончена и незаконченная не знаю я думал типа пройти но признаю честно страшновато с одной стороны потому что я сам вот но в целом суть модификации понял что типа поменять местами семена и ульяну только разница в том что ульяна в этом лагере прожил прожила не один цикл типа как бы пионер но в обличии ульянки вот но вот какие-то такие вот моменты типа что я не понимаю чего хочет добиться ульянка от семена который при его лагерь типа то ли с ним сдружиться то ли его убить по каким-то причинам не знаю ну короче как то так может быть пройду может быть нет может тогда только может только тогда когда я пройду я пойму в чем там писар бор надо сейчас мне пожалуйста сосредоточиться на оставшихся рутах на модификации семь дней смеку и то есть пазов история одного пионера и одержимая вот надо по крайней мере на ближайшие там канта на ближайший контент настроиться то у меня планы наполеонов с кем ладно ребят думаю на этом мне все всем спасибо за внимание всем удачи всем пока конец связи